привет всем вы находитесь на канале у провансалочки а провансалочка сегодня ищет в деревушке которая называется ляграса где нам что посмотреть какие достопримечательности здесь есть аббатство здесь есть вот те красивые мосты вот которые вот там за мной открываются но очень плохо все указано и у нас карты нет и мы поэтому мы ничего не знаем но тем не менее давайте смотреть то что у нас есть и это уже неплохо французская безу-бизу кто не подписался сделайте это прямо сейчас а я вам что-нибудь да покажу за часть нашей прогулки в деревушке ляграс привет друзья сегодня суббота и мы уехали из нашей мини-гостиницы мы сейчас едем небольшую деревушку которая занесла занесена в первые сотни красивейших деревень франции она называется ляграс и мы вам покажем что мы там увидим понравится нам не понравится во всяком случае там где мы ночевали нам не понравилось надеюсь что в этой деревушке и потом мы поедем на арбону до трасса мэтр орунпу а прандрелад здесь виноградники опля нет больше виноградников послушайте вот вообще них некрасивый край вот здесь все как-то пусто нету здесь никакой заселенности морис говорит целепи иду плюк это ну эти короче колхозиком это так по-французски вот я всегда девочки говорю франция 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 она вся очень разная конечно же найти посмотреть всегда мы найдем что посмотреть на здесь жить вот понимаете немножко тоскливо но вообще так все запущено и похоже здесь нету бюджета для того чтобы развивать эту как бы сторону то есть вот уже туда надо ехать на арбону там уже море понимаете там уже житель будет конечно совсем другая смотрите у нас тут трактора вот такие вот ездят ну вот мы проехали послушается действительно поля 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 очень мало населенность вот это вот небольшая деревенничка на дороге у нас попалась мало людей здесь живет конечно здесь больше такое все аглика агрикультура сискохозяйственного годия в основном это виноград много это не так далее в короче вы все поняли это у нас navigат в которой нас ведет ага вот здесь мэрия отель до виле люди здесь диваны Продолжение следует... 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 нам надо куда-то выйти куда мы не знаем здесь но зайти туда нельзя он закрыт мы не знаем куда идти если честно у него филипп смотрите красивые такие бочечки стоят с педаргошками моими видите как красиво все оформлено ну где-то здесь посмотрите как здорово вот здесь вот растут растения в камушках я иду быстро здесь можно посидеть смотрите видите ой вот эта черная голова такая красивая гляньте на нее бабочки здесь какие-то агромедные летают это как красиво оформлен уголок мальчик тянет чемодан родители такие сумками идут ребенок сзади тянет чемодан ну надо же короче мы не знаем куда мы идем где-то что визитировать что здесь смотреть короче пока вот смотрим вот так здесь вот жандармерия там вот опять паркинг ну где-то же есть какой-то хоть бы какую стрелочку показали куда нам идти что делать мы вот это все таки мы пришли в эту сторону теперь стрелочка показывает абсолютно противоположную сторону вот она эта деревня видите вот здесь сейчас или ревьера вот это и флага для той флаги сандра ну короче пойдем пошли мы короче я надо я специально набросила шарф чтобы шея не сгорела очки придется постоянно поднимать потому что у меня загорится все весь нос мы опять ну короче я не знал куда нам идти надо найти помнешь на все на комочке шифры он говорит 9 мост 9 вал короче мы мы ищем 9 вал люблю когда вот розы и всякие там цветочки ползут на стену вот на камушках вот это прям моё моё вот я не знаю почему но мне нравится почта работает субботу послушайте про почту в париже обворовали огромный склад с посылками с амазона короче там убытка на миллионы рублей евро естественно череме аля фанцы тету 7 3 гады липун он одесандю мы салипу но ну сейчас мы посмотрим короче в итоге посмотрите где мост вот оттуда откуда мы спустились короче очень плохо все обозначено о какая роза посмотрите класс доносится давайте я вам покажусь вот на фоне этой розы скажите здоровская классно красиво вот так вот на камнях очень здорово посмотрите как здорово здесь открывается такой вид чудесный водичка течет уж не знаю как вам видно вот там вот видите вот хочу на тот мост попасть вот сейчас мы на него и попадем здорово мосты вот которые вот там за мной вот открываются но очень плохо все указано и у нас карты нет и мы поэтому мы ничего не знаем но тем не менее давайте смотреть то что у нас есть и это уже неплохо французское безу-бизу кто не подписался сделайте это прямо сейчас а я вам что-нибудь да покажу в итоге я говорю мужу давай пойдем вот по этим узким улочкам деревенским и поднимаем то что есть вот эти старинные камни и уже это будет неплохо правда же короче мы идем сейчас посмотрим я там видел где-то вдали мост и посмотрим что здесь и как ну так вот такие вот видите все вымощено камнем как-то чего черепашки у нападут карта посмотрите вот тогда аббатство идет и мы сейчас выйдем на мост красивое небо молодец меня толкает в одно мягкое место ага вот оно вот и оттуда снималась витой арочке воды мало вот такой вот камень вот такой вот вид сам аббатство а а а пойдемте посмотрим 11 колокол 11 часов здесь вот правой стороны будет церковь я вижу ой церковь, кладбище но у меня Марис не любит ходить на кладбище почему-то вот аббатство визита, но я думаю, что это не будет бесплатным во всяком случае, если это платное мы не пойдем у него чрем-то потому что надо тогда много времени посвятить, а у нас все-таки цель сегодня попасть в Нарбону здесь, наверное, где-то есть маленький рынок, потому что люди несут здесь дети играют здесь ничего нет, здесь вот есть кафешка либрерия это библиотека и вот там вот видите, вот кафешка сейчас пойдем посмотрим что там и насколько они нам предлагают времени это визитировать потому что, в принципе, если покупать билеты, то нужно тогда посвятить посвятить этому время, а времени у нас, к сожалению, нет зашла спросила у них посещение этого аббатства в два этапа то есть самая старая часть там такие залы такие, знаете каменные без гида стоит 5 евро вот нет у них ни, как говорится ни наушников ничего она говорит там есть два зала с этим с видео ну так как а второй визит он именно для людей верующих там отдельная касса и открываются там, вот я видела там стоят эти как их аббаты эти ну, которые в длинных этих монахи аббаты вот открываются только в 3 часа и она сказала это для верующих людей вот так они там могут посидеть помолиться там где-то вот поэтому мы уходим пойдем сейчас пройдемся немножко по деревне я вам ее сниму и мы поедем туда в Нарбону иначе мы точно не успеем похоже есть какой-то типа рыночка сейчас глянем видите все идут с сумками местные здесь многие с палочкой выходят но так как вы знаете здесь намоленные места может быть сюда люди приезжают и помолиться здоровье попросить ага здесь вот видите такой мини-рынок сейчас мы глянем что здесь предлагают в этой части франции ну вот корзинки точно такие же как у нас в лурмаране у меня вот есть вот такая вот корзинка большая вот фарточки мне нужно купить фартук и подписать его провансалочкой до страсти все сажал оля еще сюда по 34 евро вкусная кухня пахнет здесь каким-то Ладаном послушать все а кухня отелье горшков вон там внутри ну вот такой вот посмотрите вот такой вот рынок такой небольшой видите тут конфитёры продают здесь вот всякое разное люди вон сидят отдыхают хлеб продают вкусный посмотрите такой хлебушек черный такой классный у нас так вы хлеба нету провансе хоть ты хлеба купи себе морис пошел он меня оставил он знаю что мне нужно поснимать сыр и пожалуйста вам продают здесь тоже так вот маленький уютный такой рыночек ну смотрите шарфики по 12 евро вот я считаю это дороговато ну что здесь что здесь такого ну вот эти вот еще такие вот тоненькие летние куда не шло сумочки тут всякие браслетики это браслетики по 15 евро такая бижутерия сувенирчики здесь масло продают конфетчуры мёд мёд так здесь у нас фрукты здесь вот лён фрукты 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 это красиво помидоры по 3 евро ну послушайте еще куда не шло нет нормально нормально 10 бижутерия потеряла своего мужа где он там спрякался мой муж-то а вот он там что-то как будто спрашивает у меня послушайте у меня началась аллергия я не знаю почему а вот здесь вот такие вот есть штучки смотрите такие широкие для мужчин наверное по 4 евро всякие заколочки пожалуйста вам для волос какие-то кальвии всякие разные это лешилочки такие видите вот котик и всякие зверюшки естественно лаванда куда же нам без лаванды вот это вот и очень удобная штучка вот когда кушаешь на улице да сыр положить туда хлебушек чтобы она чтобы мухи не лицели очень кстати удобно вот по 10 по 12 евро так здесь у нас по такая стена и здесь что-то посмотрите тогда мы очередь или киска чашты мой муж что-то купил а греху он купил абрикос вкусно смотрите как красиво здесь смотрите в следующем выпуске подвальчик в котором делают вино вручную представляется что-то что-то